Вероятность применения России тактического ядерного оружия на данном этапе низкая, считают аналитиками Американского института изучения войны. Я думаю, что они ничего не понимают, аналитики Американского института изучения войны. Я утверждаю, что вероятнее всего Путин на первом этапе применит тактическое оружие в отношении Азов-Сталь, то есть в отношении полка Азов. Я вот уверен, ну, если не до 100%, то близко к этому. У меня нет никакой инсайдерской информации из Кремля. Я мог бы, конечно, рассказывать вот про все свои вещи, да, там, что победит Макрон, у меня там информация из Парижа, да, а то, что, блядь, Путин там войну устроит, у меня информация из Кремля и так далее. Но я не говорю глупости, я просто анализирую. У меня нет ниоткуда никакой инсайдерской информации. Почему? Потому что я вообще никого не слушаю. Если даже мне пытается кто-то написать, да, там, ну, что-то такое, свои какие-то мысли, свои выводы, я, как правило, это не читаю. Я читаю только факты. Там по железной дороге перевезли то-то, по самолёту перетащили столько-то, денег туда-то ушло столько-то и так далее, и так далее. То есть, голые факты. Анализы я произвожу, анализ сам, да. Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям. Financial Times пишет по прекращению войны. По словам трёх человек про информированных обеседей с российским президентом, вместо этого он, похоже, настроен захватить как можно больше территории Украины, да, на табуретке. Это, конечно, он настроен, но у него нет... С негодными средствами он покушается, да. Это импотент, который пытается изнасиловать Украину, а у него просто не стоит. Поэтому что тут? Ну, будут очередные крейсеры Москва, будет очередной геморрой и будет применение ядерного оружия. Обязательно будет. Потому что он без этого не сможет. У него ничего нет. И там он обострётся. И с ядерным оружием обострётся. Потому что он не может не обосраться. Это бедоносец, который несёт беду всем, включая самого себя. Вы, придурки, не дразните гусей с вашим тактическим. Раньше об этом никто не говорил. Было тихо. Сергей Ярцев, во-первых, я раньше об этом говорил. О том, что власть придурок. Он обязательно долбанёт. И не тактическим, а стратегическим. И вы думаете о том, что люди говорят, а из-за этого он стрельнет, что ли? Что у вас в башке? Он стрельнет из-за того, что у него в башке там жуть какая-то. Вот из-за чего он стрельнет. Из-за того, что он решил победить Украину и приехал на табуретке. Это клоун, блядь, понимаете? На печке, блядь, приехал. По щучьему велению, блядь. Он думал, у него щука есть, а у него херня полная. Фризом пишет. Вова с ней будет конченым циклом. Сейчас уже масса народа, который сидит и ждёт, когда Вова стукнет. Ну, потому что что ещё ждать? То есть, люди понимают, что от этой жизни уже ждать больше ничего не стоит. Поэтому нужно, чтобы Вову шарахнул. Тогда мир как-то изменится, да, встряхнётся. Если вы хотите всё, все благо разделить международным, то кому достанутся термоядерные боеголовки, как это всем достанутся? Мы делим все национальные богатства, понимаете? В каждой, как это ни парадоксально, в каждой термоядерной боеголовке будет и ваша доля. Правда, она 142-миллионная. Но это возможность голосовать. Это возможность быть собственником и принимать решения, как собственник своей страны. Понимаете, да? Не государство, которое принимает решения, кто такое это государство. Вова Путина, слава Мальцеву, нет. Нужно, чтобы каждый человек принимал решения. Тогда всё будет нормально. И поэтому очень важен вопрос о собственности. Чтобы собственником был реально народ, а не государство. А государство находится в собственности у народа. Тоже является его собственностью. Не народ – собственность государства, а государство – собственность народа. Как инструмент управления. Но пока оно существует, да? Потому что я в жизни-то анархист. И государство я любое не люблю и ненавижу. Статья про кибертиранию в Европе. Статья доктора Вернока Улман. У нас есть 8 месяцев. Ну, я не знаю, есть ли 8 месяцев. Я знаю, что кибертирания неотвратима в Европе. Я это вижу и даже не буду призывать к какой-то борьбе с кибертиранией. В России можно установить кибернародовластие. Вот там, где существует сейчас представительная демократия. Вот в тех уродских формах, которые проявили себя очень хорошо во время этой пандемии. Хорошо в кавычках. Там ничего уже не сделаешь. Народ не готов этого делать. А без народа это никто не сделает. Вячеслав, как относится к Жаку Фриско. С большим уважением. И мы здесь читали его программу, его программные заявления, которые при жизни были сделаны. И совсем согласны. Просто мы немножко дальше ушли. И понимаете, он до этих моментов не дожил. То есть до развилки вот этой, когда мир ушел в информационную эпоху, в новую историческую формацию, общественно-экономическую формацию. И тут возможны только две вещи. Либо кибернародовластие, либо кибертирании. Другого варианта вообще невозможно. Слава, как дальше жить? Как жить? Дальше придется бороться. Или стать рабом, или бороться. Ну, наверное, так было всегда. Просто мы иногда это не замечали. Особенно в 20 веке. Этого не замечали. Сейчас, в общем-то, все встало, вернулось на круги своя. И те, так скажем, тот камуфляж 20 века, который был. То есть, то обаяние буржуазии, оно сейчас сброшено. И все увидели, как обстоят дела на самом деле. Ну, я думаю, что стоит побороться за Россию для начала. Для начала нам нужна Россия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...